В эфире телеканала Видной ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Максим Козлов. Здравствуйте. Но в начале выпуска коротко об основных событиях. Депутат Государственной Думы Вячеслав Фетисов принял участие в открытии детского сада Бобренок в микрорайоне Восточная Бутова. На публичных слушаниях обсудили проект бюджета городского поселения Видная на 2020 год. Бюджет поселения на 2020 год сформирован по доходам в сумме 1 миллиард 42,9 миллиона рублей. В первый день акции «Неделя доброты и щедрости» в одном из салонов красоты Видного можно было преобразиться совершенно бесплатно. Очень хорошее ощущение. Я так благодарю эту девочку. Умница. Она действительно мастер своей дела. В новые жилые дома микрорайона Восточная Бутова продолжается активное заселение жителей. А потому вопрос содержания детей в дошкольных воспитательных учреждениях остается актуальным. Первый детский сад под названием «Бобренок» открылся в микрорайоне год назад, а сейчас распахнул свои двери и второй корпус сада. На мероприятие побывала наша съемочная группа. Подробности в репортаже Юлии Погосян. Новый, современный, построенный из высококачественных материалов, второй корпус детского сада «Бобренок» отвечает всем стандартам качества. Он вмещает 140 детей. Здесь создано 6 групп. В каждой группе игровая и спальная зона, санузел, раздевалка. Все помещения просторные и светлые. Отделка выполнена в светлых, приятных тонах с использованием натурального дерева. Построена с душой и с умом. С удовольствием будем вводить сюда детей. Здесь приятно находиться. Желаем развития, чтобы педагоги раскрыли наших детей и скрытый потенциал. И пусть растет подрастающее поколение достойное. Растить достойное подрастающее поколение в детском саду «Бобренок» будет профессиональный штат воспитателей. Каждый мастер своего дела. Детки уже успели со всеми познакомиться и оценить свой новый второй дом. Здесь хорошие группы. Здесь все красиво. Шторы очень яркие. Тут очень много красиво. Тут хорошие стулья. Тут все хорошее. А воспитатели здесь хорошие? Да. Конечно же. Подобных современных детских садов в жилом комплексе «Восточная Бутова» должно быть шесть. Именно такое количество дошкольных учебных учреждений поможет выровнять ситуацию с нехваткой мест и очередями. У нас молодые микрорайоны, в которых проживают молодые семьи, у которых детки подрастают. Это наше поколение. Мы, конечно, должны принять все меры для того, чтобы они могли быть устроены в детских садах, родители могли продолжить работать и реализовать намеченные собой цели, планы и задачи. Поэтому для нас стоит приоритетная и важная задача именно создать комфортную, благоприятную среду у нас в Ленинском городском округе. Торжественное открытие детского сада посетил легендарный хоккеист, депутат Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Фетисов. Он отметил, что в Ленинском городском округе сдаются самые современные школьные и дошкольные учебные учреждения. В Бобренке его впечатлил просторный физкультурный зал. Могу сказать родителям сегодня, это очень важно им сегодня услышать, что ребенок, систематически занимающийся спортом, с дошкольного возраста, к 12 годам уже вырабатывает иммунитет ко всем стимулирующим моментам. То есть ребенок не превратился ни к алкоголю, ни к табаку, ни к наркотикам. Это такая профилактика, которая всем понятна и нужна. Поэтому, да, для того, чтобы у детей был интерес к спорту, нужны вот такие условия. В этом году в Ленинском городском округе было открыто три детских сада. До конца 2019 года в микрорайоне Преград Лесное в своей двери распахнет еще один. А в году грядущем в муниципалитете планируют создать пять дошкольных учебных учреждений. Я в целом рад за микрорайон, за рабочий поселок Боброво, потому что этот год для вас урожайный. Мы открыли, Вячеслав Александрович, вы правильно сказали, одну из лучших и больших школ. Здесь буквально с вами в сентябре на День знаний. И сегодня мы здесь с вами продолжаем систему развития дошкольного образования. И наши воспитанники, бобрята, конечно же, нас будут только в этом радовать. Комплекс детских садов «Бобренок» – лишь начало масштабного проекта по строительству дошкольных учебных учреждений в рабочем поселке Боброво. На следующий год запланировано строительство еще одного детского сада. Все это поможет, наконец-таки, избавиться от очередности. Юлия Погосян, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. В районной администрации состоялись публичные слушания, на которых рассматривался проект бюджета городского поселения Видное на 2020 год. Бюджет сформирован на основе прогноза социально-экономического развития городского поселения Видное, прогнозируемые показатели которого свидетельствуют о стабильной экономической ситуации и о наличии положительных тенденций для дальнейшего развития экономики и социальной сферы поселения. Озвучила проект, исполняющий обязанности начальника финансового управления Нина Хаванюк, отметив, что нынешний бюджет составлялся в условиях, когда Ленинский муниципальный район преобразуется в городской округ. Поэтому 2020 год будет являться переходным и бюджет формируется только на один год. Бюджет поселения на 2020 год сформирован по доходам в сумме 1 млрд 42,9 млн. рублей, по расходам в сумме 1 млрд 81,5 млн. рублей, с дефицитом в сумме 38,6 млн. рублей. Бюджет бюджета составляет 4,6% в рамках действующих законодательств. Нина Хаванюк подробно озвучила все составляющие бюджета поселения, его доходной и расходной частей, пояснив, что основным источником дохода является налог на доходы физических лиц, который в сравнении с двумя предыдущими годами имеет устойчивую тенденцию роста. Также увеличивается и налог на имущество физических лиц. Земельный налог, это второй налог по величине, который является доходным источником бюджета, в 2019 году ожидается сумма 317,6 млн. рублей, с приростом на 2% выше уровня 2018 года, что связано с погашением задолженности по крупным плательщикам и юридическим лицам. Также на слушаниях были подробно рассмотрены программы, которые будут продолжать реализовываться на территории Видного в 2020 году. Таких программ 10. Одни из самых масштабных – комфортная городская среда и развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса. Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах городского поселения Видного. На нее направляется 26,3 млн. рублей. И включает она в себя расходы на капитальный ремонт и ремонт муниципальных живых и нежилых помещений – 2,3 млн. рублей, взнос на капитальный ремонт многоквартирных домов и замену газового оборудования – 16,2 млн. рублей, ремонт подъезда в многоквартирных домах – 7,8 млн. рублей, в том числе за счет субсидий из областного бюджета, как уже было сказано ранее, 4,8 млн. рублей. В ближайшее время на Совете депутатов городского поселения Видное будет вынесен вопрос о принятии бюджета на 2020 год. В Ленинском городском округе стартовала «Неделя доброты и щедрости». В первый день акции в одном из салонов красоты Видного можно было преобразиться совершенно бесплатно. Затем, как дарили красоту нуждающимся жителям муниципалитета, наблюдала наша съемочная группа. С 25 ноября по 3 декабря в муниципалитете пройдет множество благотворительных мероприятий под общим названием «Неделя доброты и щедрости». Помимо продуктов питания и товаров первой необходимости, остро нуждающимся жителям муниципалитета решили подарить также красоту и здоровье. Об этом позаботились местные предприниматели и торгово-промышленная палата. Салон красоты «Марафет» не первый год принимает участие в акции «Неделя доброты и щедрости». Сегодня здесь будут дарить красоту абсолютно бесплатно. Лиля, что мы сделаем сегодня вашей гости? Сегодня нашей гости сделаем стрижку пикси и стильную укладку, чтобы она почувствовала себя молодой, красивой и здоровой. Получить новый модный образ – подарок могли люди с ограниченными возможностями здоровья, многодетные семьи и другие социально незащищенные жители муниципалитета. Сегодня мы в одном салоне разделили часть наших людей, это и пенсионеры, и многодетные семьи, а детишек, с которыми трудно ходить, мы будем обслуживать в другом салоне, там первый этаж, им будет удобно, кто на колясках, а это очень-очень маленький вклад, но мы будем хотя бы его стараться внести. Больше всего акции ожидаемо понравилась женщинам. Можно было полностью отдаться в руки мастера, либо креативить совместно. – Что вы хотите сейчас? – Кудрашки сделать. – Ага, кудряшки сделать, укладку. Так, ты будешь красивый, модный. – Мама рада, что я красивой буду. – Очень хорошее ощущение. Я так благодарю эту девочку, умница. Она действительно мастер свое дело. Всем участникам акции на прощание вручили памятные подарки. – Мы очень вам благодарны, нам очень понравилось. Мы вот эта дочка моя, я, будем ходить, я надеюсь, с семьей сюда. – Очень хорошие мастера. – Очень хорошая помощь. Для меня, как для многодетной мамы, мне как раз нужно было сына подстричь. Очень замечательно попали в такой вот салон, очень уютный такой, интересный, очень довольны. – Мне все понравилось, я этим была скрыта. Словом, после такого приема равнодушных не осталось. И все гости, помолодевшие, похорошевшие и веселые, пообещали прийти сюда снова. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, ВИДНЭТВ. В продолжение темы. Неделя доброты и щедрости традиционно началась с мероприятия, которое называется «Щедрая корзина». Оно прошло в одном из сетевых магазинов. И приняли в нем участие самые маленькие жители Видного, воспитанники детских садов «Родничок», «Солнышко» и «Ласточка». Мы пришли делать «Добро». А «Добро» делать всегда приятно. В считанные секунды продуктовые сетки наполняются пакетами с продуктами. Так что все, что принесли дошколятые, не вмещается. Мы сегодня помогали людям, старикам и бабушкам. Мы очень рады, чем помогаем им. И у кого нет денег, мы им помогаем. У нас есть деньги. Все, что принесли ребята от чистого детского сердца. Ведь такие вещи, как доброта и щедрость, понятны в любом возрасте. Мое главное, что всколыхнуть массы, что люди у нас добрые и щедрые. Я вот это хочу увидеть в наших людях. Понимаете? Это замечательно. И то, что сначала у нас участвовал один детский сад. В прошлом году у нас два детских сада. Сегодня к нам пришли три детских сада. Это уже прогресс. Дети маленькие, они понимают, что нужно помочь. Действительно, цель подобных акций, помимо помощи, привлечь как можно больше людей. Ведь детский пример в этом случае куда более заразителен. Я просто подарил много конфет, потому что дети любят сладко. И детство – это вообще особенное время для человека в жизни. И пусть у них будут хорошие впечатления, хороший сладкий Новый год у всех. И в прошлом году акция «Неделя доброты и щедрости» стартовала с такого мероприятия. А значит, в Ленинском городском округе появилась еще одна очень важная традиция. Мы хотим сказать большое спасибо учредителям этой акции за их работу, за такую добрую, хорошую акцию. Хотим сказать спасибо нашим детям, которые принимали в ней участие. И, конечно же, нашим родителям. Спасибо. В течение недели продукты, вещи, предметы первой необходимости для остро нуждающихся людей можно будет сдать в нескольких торговых центрах муниципалитета. Ищите заметный символ акции. Мы вместе! И это здорово! Максим Козлов, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. Видное ТВ. Название детского хореографического фестиваля «Шаги» придумано давно, и мало кто помнит, откуда оно возникло. Для многих участников выход на сцену состоялся впервые. Возможно, суть названия фестиваля заключается именно в этом. В Видновском дворце спорта фестиваль проходит в пятый раз. На нем побывал Арсений Рогозянский. Музыка, свет софитов, зал, наполненный зрителями. Немного волнуясь, дошкалята готовятся к своему первому выходу на большую сцену. Десятки различных коллективов из детских садов и кружков исполнили небольшие, но трогательные танцевальные номера. Репетировали, как правило, перед самыми дорогими для себя зрителями – мамой и папой. В этом году количество участников приятно удивило организаторов. Вместо ожидаемых 750 юных артистов, сцену покорили полторы тысячи ребятишек. Зрителей тоже стало в два раза больше. Из-за такого числа желающих концерт решили разбить на три части. Удобно для тех, кто приехал из других городов. Самым таким, наверное, большим отличием этого фестиваля является достаточно большое количество участников, которые не являются нашими воспитанниками. То есть это не только дети наших центров, это танцевальные творческие коллективы Ленинского района, города Домодедово, города Подольска. То есть это наши друзья, которые также хотят принимать участие и к нам присоединяются. Таких становится все больше. Еще одна редкая особенность фестиваля – отсутствие жюри. Дети приятно проводят время, не оглядываясь на итоговый результат. Мы не оцениваем детей на победителей и проигравших. У нас каждый ребенок побеждает, каждый ребенок получает диплом участника и может его показать бабушкам, дедушкам. Ты что показывала? Хорошее настроение. Все безумно понравилось. Детки все так старались, такие молодцы. Просто потрясающе красивые костюмы. Спасибо огромное руководителям. Все просто зажигали прям от души. Спасибо огромное за те эмоции, которые мы все получили. Дочь Марии Филелеевой, Василиса, исполнила со своей группой «Танец мышат». В такие моменты материнской гордости нет предела. Дочь впервые вышла на большую сцену и теперь, возможно, не в последней. В этом году мы решили поучаствовать. Нам очень понравилось, потому что очень много детей, очень много выступлений. Все это, все разные ансамбли. И моя дочь очень рада выступить была на сцене. И надеемся, что в следующем году тоже будем участвовать. После всех выступлений участники вместе вышли на сцену, чтобы исполнить общий танец. Мероприятие стало маленьким шагом на пути к сцене для юных артистов, но огромным для всего фестиваля. Арсений Рогозянский, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами был Максим Козлов. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин